Я думаю, что тут гораздо важнее дела происходят, чем моя должность или какие-то мелкие передвязки. Я думаю, что то, что происходит вокруг Одессы, Одессины, в стране в целом, и это очень плохо отражается также на веренном мне области, это очень тревожные знаки. И сейчас мы все видим то, что происходит, это мишеня возня с правительством. Вакарчук, кстати, здорово сегодня сказал, правильно сказал, выразил то, что многие украинцы думают, что это вызывает отвращение, как идёт договорняк, как просто прихватываются голоса, это ничего общего уже не имеет с представительской демократии. И просто я вижу, насколько мы теряем возможности. Сейчас украинское правительство должно ездить по всему миру, устраивать роуд-шоу, показывать все прелести Украины. Украина на самом деле очень быстро может превратиться в Китай, Европу, в лучшем смысле этого слова. То есть у нас суперквалифицированные специалисты и вообще общество. У нас, к сожалению, на этом этапе низкие зарплаты, но, ещё раз говорю, очень хорошая база. У нас потрясающие ресурсы, у нас потрясающая география. Сейчас мы должны быть в такой форме, что риск капитала, который бежит сейчас просто из путинской России, мы должны были его всё перехватывать или из других стран, и просто обращать это всё на благо народа, строить инфраструктуру, строить новую финансо-фискальную систему, строить новые больницы, строить дороги и так далее. Вместо этого чем мы занимаемся? Вместо этого мы обсуждаем, кто какого депутата сегодня перекупил, какой губернатор, оставитель, какого прокурора снимут или нет. Сегодня я был, и в том числе, о чём вы говорите, это большая атака, в том числе на мою команду, спущены такие месседжи, что, и это повторяется всем блогерам, которые связаны с разным уровнем властей, один и тот же месседж. Мы пригласили Саакашвили и грузин сюда проводить реформы, они, оказывается, хотели заниматься политикой. Ну хорошо, Михаил. Я на это очень простой ответ. Какой у вас ответ? Реформатор это не какие-то рабы, которые запрягают галеры и они там грибут. Значит, реформатор это реформы вообще, настоящие реформы, основа не имитационные реформы, не реформы для последующего какого-то отчёта перед МВФ, а настоящие реформы, они основываются на ценностях.